обширными земельными участками, промышленная территория. Вид из окон будет брутальный. Так что будьте осторожны. 950 рублей за квадратный метр. Ну и, конечно, парковочные места. У каждых тех условий есть срок действия. Так еще строили в Советском Союзе. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Беллард расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга. Между проспектом Маршала Блюхера и Полеустровским проспектом. Это два достаточно оживленных проспекта в Санкт-Петербурге. Вы сейчас сами видите место расположения комплекса на карте. Ближайшая станция метро к комплексу Лесная, до которой километр 700 метров. Застройщиком комплекса выступает RST специализированный застройщик с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Но зато на конец 2022 года в компании застройщика работало 116 сотрудников, согласно данных от налоговой инспекции. Первые дома, согласно проектной декларации, застройщик должен сдать в четвертом квартале 2023 года, а крайние в четвертом квартале 2025 года. Ключи выдадут в течение полугода после сдачи комплекса, согласно проекта застройщика. Есть, конечно, и особенности. Итак, чтобы застройщикам получить разрешение на строительство своих проектов, у них должны быть действующие техусловия на присоединение к ресурсам. Это вода, электричество, газ, канализация, водоотведение, интернет и многое другое. У каждых техусловий есть срок действия. Как правило, он чуть больше, чем срок строительства объекта. В первой очереди жилого комплекса Беллард техусловия на холодное водоснабжение, водоотведение, ливневое водоотведение закончились 13 ноября 2023 года. И тут или застройщик все подключил, или продлил техусловии и просто забыл выложить информацию, или будут проблемы с сдачей комплекса. Так как, согласно российского закона, дом нельзя ввести в эксплуатацию без подключенных ресурсов. Теперь перейдем к экспертизе проектной документации застройщика. Первое, на что я обратил внимание, это к опасным геологическим процессам на территории проектируемого строительства можно отнести процессы морозного пучения грунтов и подтопления к потенциально опасным процессы суфозии. Согласно данных от Википедии, суфозия это механический вынос частиц горных пород потоком подземных вод. Суфозия приводит к проседанию вышележащей толщи и образованию суфозиозных воронок. Впадин диаметров до 10 и даже 100 метров. Другим следствием может быть изменение гранулометрического состава пород, как подверженных суфозии, так и являющихся фильтратом для вынесенного материала. Процесс встречается при разрыве колонн обсадных труб в скважинах. И напомню, что согласно экспертизе, исследуемый участок относится к постоянно подтапливаемым территориям в естественных условиях. Соответственно, если некачественно будет сделана гидроизоляция, то что будет? Напишите в комментарии. Но это не все, друзья. Так, согласно той же экспертизы, содержание бензопирена в пробе номер один превышает предельно допустимую концентрацию в 3,4 раза. В пробе номер два в 2,4 раза. Бензопирен – это крайне опасное вещество, которое относится к классу полициклических углеводородов. Вещество обладает мутагенным и канцерогенным действием. Часто накапливается в больших количествах в почвах и водоемах. Поскольку вещество относится к первому классу опасности, самые опасные вещества с самой низкой предельно допустимой концентрацией, его содержание в почвах и водах должно тщательно контролироваться. Образуется бензопирен при неполном сгорании различных органических субстанций, в частности нефти, газа и тому подобных. После сгорания бензопирен накапливается в почвах, откуда может попадать, например, в культурные растения, в том числе далее используемые в пище, например, овощи или фрукты. В организме человека бензопирен, как жирорастворимое вещество, может накапливаться в достаточно больших дозах и крайне сильно отравлять организм, в том числе вызывая такие заболевания, как рак, болезни сосудов и иные смертельные заболевания. Соответственно, если в грунте, для строительства либо для сельскохозяйственных нужд обнаружено повышенное содержание бензопирена, то данный грунт необходимо подвергнуть более тщательной экологической экспертизе и соответствующим образом утилизировать. В результате проведенных исследований установлено, что уровни загрязнения почвы по содержанию химических веществ в пробах номер 1 и номер 2 соответствуют категории опасные. В пробах номер 3 и 4 соответствуют категории загрязнения допустимые. Во всех остальных пробах соответствуют категории загрязнения чистое. Таким образом, почва не соответствует требованиям СанПин. Но и это не все. Напомню, что застраиваемый участок расположен между проспектом маршала Блюхера и Полюстровским проспектом. Результаты исследований уровней шума в дневное и ночное время в первой точке не соответствуют санитарным нормам. Сам конструктив зданий из монолитного бетона. Фундамент свайный с ростверком. Фасады здания это фиброцементные панели по системе вентилируемого фасада. Фиброцементные панели состоят из цемента, армированного волокнами и различных добавок, которые улучшают его свойства. Если обратить внимание на ценообразование, то метр квадратный фиброцементных панелей стоит интереснее, нежели чем другие материалы. Стандартное межэтажное перекрытие в 180 миллиметров толщиной. Звукоизоляционного слоя изолон в 5 миллиметров и стяжки 50 миллиметров. Перекрытие между коммерческими помещениями и вторым жилым этажом в 200 миллиметров толщиной. Звукоизоляционных плит руквол в 50 миллиметров толщиной и стяжкой в 90 миллиметров толщиной. Жаль, что такая шумоизоляция лишь на вторых этажах. Вентиляция в комплексе обычная сборная с естественным побуждением воздуха. Так еще строили в Советском Союзе. Ближайший детский садик к комплексу за номером 63. Согласно официальных данных, в нем есть 210 вакантных мест. В километре от комплекса расположена школа за номером 220. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. Комплекс состоит из пяти очередей строительства. 1793 квартиры и 302 машиноместа в подземном паркинге. 139 машиномест на территории комплекса. Ну и конечно парковочные места вне придомовой территории. Вне это значит вы будете парковаться на улицах, где уже и так все достаточно плотно. Зато класс энергоэффективности всех зданий высокий. С местами в подземном паркинге не так конечно радужно, как хотелось бы, учитывая соотношение количества квартир и количество мест в подземном паркинге. Но зато есть семейные места. Семейные места в этом комплексе это одно машинное место с возможностью установки полумеханизированных парковочных устройств, согласно экспертизе проекта. Да вот только у меня вопрос. В экспертизе нигде не написано, что это обязан установить застройщик. Но скорее всего вы будете устанавливать за свой счет. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии однокомнатные квартиры занимают 66 процентов от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 26 процентов. Трехкомнатные квартиры 7 процентов. И четырехкомнатных квартир четыре штуки. На момент съемки этого видео однокомнатная квартира от застройщика стоит от 8 миллионов 900 тысяч рублей. Или 263 тысяч 950 рублей за квадратный метр. И это без отделки. На вторичном рынке квартиры продают чуть дешевле. Но лично я считаю, что не настолько дешевле, чтобы это было интересно. Да и много сейчас появилось фейков. Так что будьте осторожны, чтобы не стать очередным лидом, которому будут названивать с различными предложениями по покупке новостроек. Машина мест в подземном паркинге пока нет в открытой продаже. Но я полагаю, что стоимость парковки будет составлять порядка полутора миллионов рублей. В шаговой доступности от жилого комплекса БелАрт этот же застройщик возводит жилой комплекс Мастер Плейс. Где однокомнатную квартиру без отделки можно приобрести от 8 миллионов 800 тысяч рублей. В БелАрте на период строительства можно взять ипотеку под 0,99% годовых и получить максимальную скидку до полутора миллионов рублей. Но лишь на определенный пул квартир. Есть и другие ипотечные программы от застройщика. Хотите узнать о них? Напишите в моей соцсети. В бюджет однокомнатной квартиры в БелАрте я бы рассмотрел для себя комплексы Большую Охту стоимостью от 8 миллионов 900 тысяч рублей, жилой комплекс Куб стоимостью однокомнатной квартиры от 8 миллионов 300 тысяч рублей или Витебский парк от 9 миллионов рублей. Есть и другие варианты. У БелАрта, конечно же, есть и конкуренты. К примеру, это жилой комплекс Б-15, который по проекту мне чем-то напомнил проект от легенды. Белый остров. Георг Ландрин. Кантемировская 11. Пик уже не тот. Новый Леснер. Но стоит только подняться на два марша. Притяжение. Плитка выпирает, здесь еще больше выпирает. И жилой комплекс Черная Речка. Все, отвалилось. Плитки нет. Я, конечно, честно в шоке. Само окружение у комплекса достаточно интересное. Это автомобильные салоны, промышленная территория, действующее стрельбище, на звуке от которого сетуют жильцы близ лежащих домов. Но даже при всем обилии жилых комплексах в округе с продуктовыми магазинами почему-то не все так хорошо, как хотелось бы. Ближайший продуктовый магазин в жилом комплексе Утренняя Звезда от этого же застройщика. Или пешком нужно идти в жилой комплекс Город Мастеров, где на первом этаже расположена пятерочка. Будем, конечно, надеяться, что в Беларте откроется продуктовый магазин, раз на первых этажах расположены коммерческие помещения. Если обратить внимание на фасад здания, то местами видна оставшаяся опалубка. Вот она, друзья. Или демонтировать забыли, или так в проекте у застройщика. А вот тут мне кажется, просто тряпку в дырку засунули. Давайте увеличим и посмотрим вместе. Точно. Тряпка. Про наплывы бетона я молчу. Более 20 лет успешной работы, как написал застройщик на своем сайте. Одно дело награды получать и пиариться, а другое дело качественные проекты строить. От проспекта маршала Блюхера комплекс отделяет, так сказать, зеленая зона и линии электропередач. Так что у некоторых вид из окон будет брутальный. В шаговой доступности от комплекса расположен торговый комплекс европейский. А в июне 2024 года застройщик должен сдать школу на 1375 мест. Но помните, что наличие школы и детского сада во дворе вашего комплекса не означает, что именно в них будет ходить ваш ребенок. Знакомьтесь. Василий Константинович Блюхер. Советский военный, государственный политический деятель, маршал Советского Союза и первый кавалер Ордена Красного знамени. А это Полюстровский проспект. Своё название он носит из исторического района Полюстрова. Благодаря открытию источников железных минеральных вод с начала 19 века район развивался как дачная местность. Территория принадлежала графу Кушелеву Безбородко, который провел здесь осушительные работы и устроил курорт. Ближе к концу 19 века в связи с острым дефицитом жилья Санкт-Петербурга в Палеострове, как и в других пригородах, распространилась практика постройки дач, на которых горожане жили летом для экономии на рогостоящей аренде квартир. Окрестности проспекта, за исключением самой площади Калинина, представляют собой неэстетичную промзону, которую в последнее время застраивают жилым массивом. Сегодня обширными земельными участками владеет холдинг РСТ, который застроил и застраивает это историческое место, забыв про его историю. Итак, друзья, для кого же этот проект? Я, к примеру, жить здесь постоянно бы не смог, так как мне больше нравятся более спокойные районы, более малоэтажная застройка и меньшая плотность людей. А для аренды, да, считаю, неплохой вариант. Я бы здесь остановился бы на пару дней, так как в шаговой доступности станции метро Лесная и общественный наземный транспорт. Выбор есть всегда. Обращайтесь, помогу с выбором и продажей недвижимости. Оставьте заявку на andreyartemov.ru или напишите в моей соцсети. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok